Несчастная я! Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю, как лошадь, бегаю, хлопачу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Все идет своим чередом. И снова поспел боярышник наравне с ежевикой. Огромные кусты, крупный-крупный. Боярышник сейчас соберу. Но вообще-то этот боярышник у нас не в лесу опять. Он хотя здесь и возле тропинки, но тропинка не проезжая. Только прогулочная, поэтому, я думаю, будет не страшно, если я его соберу. А вообще-то я подумала так, что надо уже ехать смотреть грибы в лес свой. Там же ведь у нас грибы растут. Опять стоят шикарные яблоки. Даже, наверное, на компот возьму парочку. Но посмотрите, какой дом грандиозный. И посмотрите, сколько сов у них. У них их фонарики с совами. Кафе решили посетить. Лези Уэй. Не знаю. Это самое начало набережной Шанклина. Меня пригласили сюда. Сейчас посидим, попьем чай. Вот. Сегодня холодно. Вы не поверите. Суббота. Температура утром была плюс 16, а сейчас плюс 19. Мы пришли вроде как искупаться. Но вы знаете, вот почему мне не нравится пляж в Шанклине? Потому что здесь, посмотрите, сырой песок. Что это разве пляж? Здравствуйте, друзья! Как вы поняли из моего анонса, такого длинного сегодня предисловия, мы с вами сегодня посмотрим очень много мест. Я покажу вам много чего. Во-первых, конечно же, мы прогуляемся по пляжу, хотя у нас и холодно, как я сказала уже. Но все равно очень красиво. И небо великолепное. Я продолжаю гулять. Купаться уже не рискнула 19 градусов. Ветер дует очень сильный. Я даже убрала его, потому что, ну, это невозможно слушать это все. Мы с вами сегодня поговорим. Я расскажу вам, что у меня происходит с квартирным моим вопросом, с покупкой квартиры. Я покажу вам одну квартиру также. Квартиру я вам покажу не на острове Уайт. Это квартира на севере Англии. Меня попросили точно не называть это место. Вообще, это видео мне прислала моя знакомая, и я с ее разрешения хочу показать вам квартиру. Эта квартира, насколько я знаю, стоит где-то около 100 тысяч фунтов, как раз по моим деньгам. И вот сейчас будем смотреть, что из себя представляет такая квартира на севере, про которую обычно говорят, что они намного лучше и дешевле стоят. Давайте посмотрим. Из кухни выходим в большую комнату. Вот такой вид. И кроме того, есть еще здесь выход на балкон. Вот, выход на балкон. Ну, немножко тут не очень, но ничего. Вот такой вид из окон. Так, вот такая-то большая комната. Метров 18, наверное. Сэн ту май фрэнд. Шээ ливэ в айл оф вай. Это маленькая спальня. Примерно 10 квадратных метров. Встроенный шкаф. Отопление. Встроенный шкаф. Еще один, это коридор уже. Большая спальня. Встроенный шкаф. Сливается по цвету, кстати, вид в центр города. И там виднеется Северное море. Вот такой вид. Это большая спальня. Еще раз повторяю. Алан, maybe you go make her decoration to Isle of the White. Ало, to Isle of the White. Да. Мы went there. Вы кем? Дальше года. Это очень. Найс. Это все, что делает этот человек. Галя. Все. Смотрите. Субтитры сделал его. Я его знал 11 лет. Скажи, «Хелло». «Хелло, Галя». «Хелло, Галя». «Хелло». «Галя». И вот это второй выход. Ну, или вход. Как уж тут считать. И вот тут домофончик. Все. Вот такая вот квартирка была предоставлена мне любезно Людочкой. Людочка, спасибо большое за видео, за съемку. Но так или иначе эту квартиру все равно ведь надо смотреть. Понимаете? Ну вот, не знаю. Она получается на высоком этаже, в многоэтажном доме. Неплохой вид, конечно, на Северное море, как сказала Людмила. Но я там не была, как вы понимаете. Это место «Ист Йоркшир». «Ист Йоркшир». Восточное побережье, северо-восточное побережье Англии. Северное море. Я сама там никогда не была и даже не знаю, как это все там выглядит. Конечно же, нужно ехать смотреть, понравится ли мне или не понравится. А так как у нас до 31 октября продолжаются проблемы из-за коронавируса с рейсовыми автобусами, вот в частности Нашинал Экспресс, на котором я постоянно езжу, он не работает, этот маршрут сейчас. Он ездит только до Лондона. Поэтому получается, что мне-то туда добираться, наверное, часов пять. И если, конечно, можно было бы и на поезде доехать, но на поезде это дорого. И, по-моему, даже там с перекладными. В общем, не получается ничего, друзья. Что касается того, что я думаю про остров Уайт. Вот опять новая квартира тут появилась. Именно вот в этом месте, которое я вам сейчас показываю, по которому мы ходим. Это я приехала на просмотр квартиры. Это город Шанклин. И вышла, поступила на продажу новая квартира буквально вот неделю, на той неделе. И на той неделе мы договорились, что я ее посмотрю, потому что меня и цена устраивала. Я приехала. Просмотр мне сорвали. Они сказали, что у них там какие-то проблемы, квартиру показать они не могут. На следующий раз они меня назначили в субботу, вот два дня назад просмотр. Я, прежде чем ехать, позвонила риэлторам, спросила, ну теперь-то все будет нормально. Я же как бы выезжаю. И мне ехать далеко из Райда до Шанклина. Это 25 минут ехать на машине. Да-да, сказали они, все в порядке. Я подъезжаю. На самом деле стоит, меня ждет риэлтор возле этого дома. Подхожу. Он начинает открывать дверь и оказывается, что у него не те ключи. Но вы понимаете, друзья, вот как-то все это как-то мне непонятно. То ли уже они настолько спустя рукава работают, эти риэлторы, то ли здесь что-то не то. Не хотят они мне эту квартиру показывать вот уже второй раз. Хотя там, как они сказали, у них просмотров было, запись на просмотры очень многих людей. Многие желают эту квартиру посмотреть. Ну, как мне сказала опять же моя знакомая русскоговорящая, которая живет здесь в Шанклине, когда она узнала, что мне срывают просмотры второй раз, она сказала, возможно, что действительно ты права и что здесь опять дискриминация, они не хотят. Квартира хорошая, продавать ее именно вот иностранцам. Не хочется так думать, но получается, что так. Не знаю, я все-таки постараюсь эту квартиру посмотреть. Ну, а пока я хочу вам показать еще одно великолепное место на нашем острове Уайт и немножко про него рассказать. Там такие красивые, шикарные дома и все вокруг. Просто великолепно. Давайте смотреть. Вот такие вот на улице ящички, видите, с яблоками. Чаще всего с яблоками. Называется Help Yourself. Ты можешь брать, угощаться. Это опять одна из тихих улиц, по которой я гуляю сейчас. Посмотрите, здесь в основном Бангала. И вы, возможно, уже даже разбираетесь, что вот эти домики отдельно стоящие, которые предпочитают англичане. Ну и, мне кажется, конечно же, они правы. как же не любить жить вот в таком великолепии. Эти домики обычно дорогие. Они от 170 тысяч фунтов и выше. И вот, посмотрите, опять стоят шикарные яблоки. Даже, наверное, на компот возьму. Я не хочу их пробовать, их надо мыть. Но парочку на компот я все же возьму. Очень часто такое здесь, что яблоки выставляют. Яблок здесь много. Чаще всего, не знаю, почему, опять же, мне не понять странных англичан. Они эти яблоки не едят сами. Так же, как не собирают на улице. И ягоды тоже. Ну и вот, яблоки иногда так вообще просто валяются на улице под деревом, гниют. А иногда кто-то более родивый хозяин. Он эти яблоки собирает и выставляет вот так вот в ящички. Ну и, конечно же, я не могу не показать вам эту прелесть. Я всегда, когда гуляю здесь, останавливаюсь и любуюсь этим великолепием пруд. Конечно же, ручной работы. Посмотрите, как домик красиво здесь, живописно расположился. И этот пруд вечером подсвечивается очень красиво. Там, когда солнышко, летают бабочки на солнечных батарейках. А здесь еще рыбы у них также. Может быть, вам видно, вон красные там такие красивые. И здесь журчит вода искусственная. Вот с того вот гротика она вытекает и очень приятное журчание. Люди сделали для себя просто оазис и рай. Вот посмотрите. Они, вероятно, увидели, что я снимаю на камеру те, кто сидят в доме. И включили даже воду. Какие молодцы. Вот. И я помахала им, сказала спасибо. И они мне помахали в ответ в окно. все видят, видите. Люди сидели, увидели меня в окне и включили мне водичку. Вот вы знаете, пустячок приятно, да, называется. Вот эта вот улица, она называется, вы не поверите, она называется View. View, View, то есть вид. Вот Севью есть такой. Ага, вот этот дом, который продавался. Ну-ка посмотрим, он продан или нет. Да, он продан, видите. Sold. Конечно же, такой красивый дом. Нашлись покупатели. Сколько он стоит, мне даже трудно сказать вам. Но стоит, вероятно, дорого. Видите, вот бангало. Оно немножко даже здесь в таком отдалении стоит. очень красиво тоже. Здесь просто такие альпийские горки. Здесь, хотя и нет пруда, но, по-моему, тоже все смотрится очень красиво. Это все, как вы понимаете, рукотворное. И вот эти огромные даже глыбы камней, все это привезенное, принесенное и посаженное. А здесь опять закрапал мелкий дождь. Моя прогулка, наверное, сейчас заканчиваться будет. Очень жаль, уже не первый раз дождь прерывает мои прогулки. И здесь, посмотрите, какое-то цветущее дерево. Такое впечатление, что это как яблоня вроде даже. Не знаю, что это она вдруг так рано цветет. Не знаю, вообще не буду я, конечно, гадать, что за дерево цветущее. А это вот такой новодел, новый дом. Смотрится пока не очень он, но весь он усажен кустами роз. И, вероятно, через несколько лет здесь будет великолепно. И, конечно же, вы знаете, если кто-то живет в таких красивых местах, тихих, в таких великолепных домах, которые уже они по своему там пожеланию сделали, то, конечно же, эти дома, они практически не продаются никогда, они просто используются семьей. Поколение за поколением проживает в таких домах. Ну, наверное, уже столетия, двухсотлетия. Эти дома, ну, вот этот коттедж я вам тоже много раз показывала. Посмотрите, ну, смотрится он, конечно, фантастически, и пройти мимо невозможно. Красота. Но, представляете, как там жить? Это же немыслимо. Там же, скорее всего, не отопление, ничего таки и нету. И все, кто здесь гуляют, останавливаются и фотографируют, и делают видео, как я, вот этой прекрасной улице, этого прекрасного дома с соломенной крышей. Но, понимаете ли, что его нельзя вообще трогать, несмотря на то, что он чья-то собственность, трогать, рушить его, не дай бог менять его облик, ни в коем случае нельзя. Посмотрите опять, какой огромный шиповник. и опять прекрасный дом с садом у людей и розовым тут все, что хотите. Покажу вам еще вот райские яблочки. Сейчас сезон яблок и очень много вот таких мелких райских яблочек здесь. По этой улице я редко уже хожу теперь, но когда-то я по ней гуляла каждый день. Мои прогулки двух-трех часовые вот как раз были вот в этих местах. Потому что здесь недалеко Бинстед Хилл и то Бангало, в котором мы жили с мужем. Здесь вот как я сказала территория в основном Бангало. Посмотрите, я поверить не могу своим глазам, это магнолия расцвела, представляете? Магнолия, она же в мае цветет. Прям подойду поближе вам ее покажу. Хотя против солнца. Обошла вокруг никак ближе не показать. Подняла наверх камеру, ой, не знаю, друзья, я просто удивлена, потому что у нас конец августа, чтобы цвела магнолия. И опять же, это говорит о том, что здесь настолько погода интересная и настолько она благоприятная именно для всех растений, для цветов, для зелени, что все растет неимоверными темпами. даже, видите, получается, что цветет дважды в году магнолия. Вот, пожалуйста, вам опять help yourself называется. Берите яблочки и можете делать яблочный штрудель или что-то, но я уже не буду брать, я взяла себе там по четыре яблочка и, наверное, хватит. И вот эта стенка тоже, посмотрите, какая красивая. Да, друзья, Англия меня поражает и больше всего, конечно, она меня поражает тем, что она настолько зеленая, благоухающая. Посмотрите, у людей это же просто огромное дерево, колоссальное, боже мой, боже мой. Ну, и, наверное, конечно же, надо отдать должное тем англичанам, трудолюбивым, любителям своих садиков, своих полисадничков, которые все это не уставая высаживают, любуются, всей этой красотой и наслаждаются вот такой вот неспешной тихой жизнью. Это и называется деревенская жизнь старой доброй Англии. Ой, посмотрите, еще, еще один красивый дом. Ну, уже тут, понимаете, вот он под соломенной крышей, он как бы под старину, но он не старый. И, наверное, что там жить намного вольготнее, он огромный вообще-то. И вот мы подходим еще к одной усадьбе, я сейчас вам ее покажу, если она осталась в тех же самых традициях, в которых и была. Вот видите, здесь на заборе сразу у нее такая символика аул по-английски, аул, по-моему, сова. Вот это вот забор этой усадьбы шикарной. И сейчас мы увидим во всей красе посмотрите какой дом. Вот это как раз именно то, о чем я говорю. Вот этот дом, он уже несколько поколений сменил, и никто, конечно же, его продавать не собирается. Он немножко выглядел по-другому. Вот сейчас, видите, здесь поставили такую, как клумбу впереди, и там даже, если вам видно, вот эти опять совы, и здесь совы, как фонарики с двух сторон. И было до этого тут стоял прямо даже целый стол такой, сделанный красиво с дерева. Деревянный сруб такой стол, грубо срубленный, и на нем было очень много всяких вот таких вот совиных статуэточек. Ну, вот, видите, написано Аулхют, Аулхют, это уханье совы, если переводить с английского. Называется вот эта усадьба огромная. Я не смогла туда, конечно же, войти внутрь, потому что, как обычно, это private территория, но я думаю, что мы и так, в общем-то, посмотрели всю эту прелесть, и вы смогли понять, насколько все красиво. Здесь вот еще вот за этим домом такой странный проход. Я никогда не была. А сейчас хочу с вами пройти и посмотреть, что же там. Хотя, судя по всему, я сделала большую ошибку, потому что здесь чья-то опять private территория, но я бы не сказала, что там какой-то шикарный дом, хотя у него, посмотрите, какой старинный ящик почтовый. Это тоже раритет. посмотрите, остановилась специально показать вам, какой крупный шиповник. Это же шиповник, друзья, посмотрите, как интересно. Вот такая сегодня у нас с вами прогулочка небольшая, разнообразная. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся вскоре. Берегите себя. Пока.